Второй вопрос, который хотел бы сегодня обсудить, это обиды. Понимаете, в чём дело? Есть такая, ну, я слышал такую фразу, которая звучит следующим образом. Обижаться на кого-то — это взять флакончик с яном, пить его и смотреть, как тот, на кого вы обиделись, умрёт. Фактически, обижаясь, мы отравляем своё собственное сердце, свою собственную душу. И очень много людей, вот как мне пишут, что я в церкви раненый, меня в церкви обижают, я порезанный церковью, потому что мы всегда должны обращать внимание на следующие вещи. Мы пришли в церковь искать Бога, я хочу, чтобы вы обратились сейчас на это внимание, очень пристальное внимание. Мы пришли в церковь искать Бога или мы пришли в церковь, чтобы найти, а что преткнуться? Потому что человек, который ищет, а что преткнуться, он всегда это найдет. Если человек ищет Бога, он тоже его всегда найдет. Потому что написано «идите и найдете, уверуйте и обретете». Или «уверуйте, идите и дойдете, ищите и найдете, и стучите открыто, и отворено будет вам, уверуйте и обретете». То есть во что мы верим? В то, что можно приткнуться? Да можно приткнуться, конечно. У меня лично было столько вариантов приткнуться о поведении каких-то людей, которые были на очень больших позициях духовных и на очень маленьких позициях духовных, просто служителя и служителя с большим именем, и столько было разных поводов приткнуться. Но вы знаете, на каком-то этапе я принял решение, что я не хожу в церковь и не служу нигде ради того, чтобы приткнуться о людей. Я и служу, и хожу в церковь для того, чтобы искать Бога. И будем так говорить толчком, для этого послужил, и я могу вам сказать песня Сусаны Шариковой, которая называется «Если ищешь Христа, не смотри на людей». Очень вам рекомендую ее найти. Сусана Шарикова «Если ищешь Христа, не смотри на людей». Очень такая содержательная песня, она меня очень коснулась, и я понял, что хватит искать повод приткания, надо искать Бога, и тогда Бог расставит все по своим местам. То есть, если я ищу приткания, то я всегда ставлю себя на первое место. Когда я на первом месте, то мы повторяем историю с Иовом. В конце концов, Бог в бурю придет и скажет нам, «Послушай, ты вообще отдаешь себе отчет, что ты здесь творишь? Ну, ты можешь сам себя спасти?» Нет, почитайте, с 40 по 42 главу книгу Иов. Если мы ставим Бога на первое место, то все становится на свое место. Мы находим свое служение, свое призвание, свое предназначение. Мы начинаем искать Бога, взывать к Нему, и Он начинает отвечать на наши молитвы. Потому что мы все люди, мы все состоим из плоти и крови. И каждому из нас свойственны абсолютно человеческие чувства и поведение. Смотрите, даже Иисус, будучи Богом, Он голодал, Он уставал, Он спал, Он раздражался. То есть каждому из нас воплоти свойственны те или иные человеческие поступки. И, конечно же, о любой поступок мы можем приткнуться. А еще мы обычно замечаем в других людях то, что нам мешает внутри себя. И когда мы видим, «А, вот этот вот сделал так», и если нас это задевает, если мы на это обращаем внимание, значит, в нас самих это есть. Простой вам пример, если вы когда-нибудь сталкивались к женщинам, мужчинам это поменьше, конечно, относится. Но, дорогие мужчины, тоже у меня есть пример. Давайте с женщин начнем. Беременная женщина, ходя по улице, видит только беременных женщин. Она замечает беременных женщин. Мужчина этого не замечает, и небеременная женщина тоже не замечает беременных женщин. А вот беременная замечает беременных. Мужчина, который купил себе машину, он начинает видеть на дороге только те машины, которая есть у него. Простой пример. Я сейчас хожу на костылях, и мы с моей замечательной супругой просто зашли выпить кофе. И там, короче, я стою на этих двух костылях, и заходит человек на костылях, на таких же, как у меня, тоже с гипсом, только на другой ноге, и он сразу обращает внимание на меня, он говорит, о, коллега, понимаете? То есть мы всегда ищем то, на что сами обращаем постоянно внимание внутри себя или на себе. Поэтому, когда мы на кого-то обижаемся, подумайте для начала, во-первых, зачем вы это делаете? Что вам с этого? Неужели вам полегчает от того, что вы пообижаетесь на того или другого человека? Второе, если вы обижаетесь на что-то, присмотритесь к себе, может, у вас тоже это же есть. Возможно, вы обижаетесь, потому что кто-то такой же, как и вы. Возможно, в этом есть причина. И третье, если вы обижаетесь на другого человека, может быть, он вас действительно обидел, он вам сказал что-то обидное, он вам сказал что-то, что вас задело, и вы не можете его простить. Мы не можем жить в непрощении. Понятно, что человек, которого мы не прощаем, у него у самого есть обязанность прийти и с вами примириться. В Писании говорит, что если человек приносит свою вечернюю жертву, и если знает, что брат его имеет что-то против него, пойди прежде примирись с братом своим, а потом приноси эту жертву. Понятно, что если человек знает, что мы на него в обиде, в его, так сказать, обязанности библейские входит прийти и примириться с нами. Но если мы сами обижаемся на человека, то и мы находимся в непрощении. Непрощение написано в Писании, если мы не будем прощать, то и Отец Небесный не простит нас. То есть мы не можем прийти с дерзновением к престолу Божьей благодати и просить у него что-то, если мы находимся в состоянии непрощения. Смотрите, известная притча о том, как богатый один задолжал... Я не помню, там богатый он был или бедный, я уже не помню. Короче, он задолжал царю огромную сумму денег. Там некоторые посчитали, это где-то примерно заработок одного человека за, по-моему, 150 лет работы. И вот царь ему простил, но когда он встретил своего должника, он начал его бить и требовать от него возврата денег. И когда узнал об этом царь, привели к нему, спросили, он сказал ему, послушай, тебе прощено настолько много, а ты не смог простить этому человеку какую-то там мелочь, и отдал его истязателям, а те посадили его в тюрьму. И он там был на муке вечной, пока не отдаст своего долга. А он его не отдаст. 150 лет работы нужно физической, чтобы эти деньги отдать. Короче говоря, мы должны просто понимать, что кому... Иисус же говорит, кого прощено много, тот много любит. И мы должны понимать в себе, внутри, мы можем простить человека или нет. Если у вас есть проблемы с непрощением, есть на это служение душепречения. Мы можем с вами пообщаться, есть душепречители, скорее всего, и в вашей церкви, есть священник. И некоторые говорят, я своему пастору не доверяю. Вчера я прочитал одно очень классное высказывание пастора Михеева, который сказал, если ты не доверяешь священнику, ты не доверяешь Богу. Потому что написано, что Бог ставит пастырей, апостолов, пророков, учителей. И если Бог поставил, ты ему не доверяешь, соответственно, ты не веришь Богу. И в этом проблема. Потому что Писание говорит, что неверие — это единственный грех, который вменяется человеку на сегодняшний день. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что цепочка непрощения и отсутствие желания или доверия в избавлении от этого непрощения, она очень длинная. Она начинается с того, что мы просто позволили себе обидеться и не простить кого-то. Это за собой влечет бунт против Бога, Бога, тем, что мы Ему не доверяем. Это за собой ведет бунт против Божьего Слова. Это за собой ведет очень большие последствия. Непрощение — это, ну, будем так говорить, один из, может быть, как это принято называть, смертных грехов. Потому что, представьте себе, что если мы находимся в непрощении к кому-то, то и Бог находится в состоянии непрощения к нам. Тогда тщетны наши молитвы, тщетны наши посты, походы в церковь, прославления и так далее. Мы не можем просить у Бога прощения, если сами простить не можем. Могу вам сказать так, что простить — это труд, это очень большая ответственность, это очень большая работа над собой. Могу вам рассказать, что и у меня были такие случаи, когда я не мог простить очень долго человеку, и, может быть, даже до сих пор есть какие-то остатки чего-то, что я не могу ему простить. Но мы с ним еще не разговаривали, потому что его просто нет рядом. Как только появится, если появится, обязательно поговорю с ним. Но была группа людей, которые, будем так говорить, нанесли очень тяжелую душевную травму. Мне и моей семье. И нам пришлось очень долго с этим разбираться. Внутри себя, в первую очередь. Я думал, что я никогда не сяду с этим человеком за стол переговоров. Я понимал, что этого делать нельзя, но я помолился Господу, я простил его в сердце. И вроде уже успокоился на эту тему. Но когда этот человек появился в поле моего зрения, у меня все опять всплыло. Но, вы знаете, я должен отдать должное ситуации. Писание говорит, что когда угодный Богу пути человека, он даже врагов его приверяет с ним. Что произошло в этот день, когда мы встретились? Во-первых, я смог высказать ему в лицо во-вторых, Господь так все расположил, что он выслушал, может быть, обличился, может быть, не Абрионда, попросил прощения за некоторые вещи. Я попросил прощения у него. Разговор состоялся очень на повышенных тонах, но через час этот разговор уже стал помягче. Потом два часа мы просто беседовали о разных темах, которые касались других вообще аспектов. И вы знаете, мне полегчало. Я понял, что я просто могу простить. Я могу не держать больше зла на этого человека. Я могу с ним сесть и поговорить. И я вам рекомендую, смотрите, я не знаю, какой процесс вы сейчас проходите. Я не знаю, на что вы сейчас обижены. Я не знаю, на что вы простить не можете. Но я могу вам сказать, что нет ничего, что мы не можем простить. Бог не прощает только хулу на Духа Святого, а мы должны прощать всё. И вот я хочу, чтобы вы помолились Господу, попросили у Него мудрости, попросили у Него смелости и начали работать над своим, над своим духовным аспектом прощения. Потому что если мы находимся в непрощении, мы пьём яд. Мы каждый день пьём яд, духовный и физический. Мы находимся в состоянии, когда мы не можем исцелиться ни духовно, ни душевно, ни физически. Поэтому непрощение — это страшный грех. Я вам очень рекомендую над этим задуматься. Мы будем ещё, может быть, говорить на проповедях, может быть, ещё на библейском часе о том, что такое непрощение и как с ним бороться. Я просто предлагаю вам сейчас помолиться и задуматься над тем, почему вы находитесь в непрощении, что движет вами, что вы не можете простить. Может быть, вам стоит встретиться с человеком, если он в живых. Если он не в живых, попробуйте помолиться вместе со своим наставником, со своим пастором. Просто о прощении этого человека произнесите это вслух, разрушите это в духовном мире, потому что у этого есть большая сила, которая вас удерживает.